там будет видос там космос всем привет меня зовут жени и как обещал мы в сегодняшнем видео разберем технологии компании мэрвин первую тему которую мы разберем мы начнем с прогибов это самая важная и самая отличительная часть досок мэрвин неважно это рокси липтех или гну 12 лет назад компании мэрвин был разработан гибридный прогиб и назвали они его оригинал банана оригинал банана прогиб это запатентованная технология компании мэрвин и включает в себя небольшой рокер в середине доски и мягкие кемберы под вашими креплениями как это работает кембер как вы все знаете это обратный прогиб доски и он пришел к нам из лыжного спорта так как в лыжном спорте и во всех и не важно беговые горные это лыжи давление на снаряд идет в середину и за счет этого давления начинает работать вся поверх вся длина конта сноубординге мы катаемся на двух ногах и получается у нас две точки опоры на доску и при повороте у нас давление на доску распределяется неравномерно и получается у нас выключается середина доски и и называют мертвой зоны для того чтобы избежать этой мертвой зоны май колсон пицари придумали как раз таки вот этот прогиб оригинал банана за счет чего рокера в середине начинает больше сильнее прилегать к склону и давление распределяется по всей по всему по всей длине конта этот прогиб помогает учиться и помогает прогрессировать он прощает ошибки и вместе с тем вы получаете очень хороший контроль над доской второе отличительную частью досок мэрвин является их кант и название этой технологии магнит рэкшн позиционирует они ее как можно назвать технология зубчатого ножа для резки стейков в отличие от всех сноубордов которые имеются на рынке только у сноубордов мэрин и есть неровный кант и эта технология называется магнит рэкшн это 7 стратегически правильно расположенных зубцов вдоль всего конта на краях сноуборда они более мягкие в середине сноуборда они более агрессивные для чего это нужно когда мы катаемся на сноуборде мы хотим получать от этого удовольствие и когда мы делали катаемся вечером мы сталкиваемся такую вещь у как лед на склоне неважно где мы катаемся это в горах или в подмосковную подмосковном курорте каком-то из-за того что когда мы вылетаем на лед весь вес распределяется ровно на там мы начинаем подскальзываться магнит рэкшн исключает эту практически возможность из-за того что у нас есть семь точек опоры дополнительно и мы начинаем зарезаться этими зубцами в лед сильнее и мы не подскальзываемся эта технология работает только на льду когда мы катаемся по снегу в глубоком снегу или просто по склону от ротрачено мы этого не чувствуем но коллаборации прогиба и магнит рэкшна мы получаем максимальное удовольствие от своего катания следующий прогиб с которыми я вас познакомлю это прогиб c2 почему называется c2 потому что он имеет два ярко выраженных кембера себе этот прогиб был разработан совместно с райдером компании мэрвин трэвисом райсом как вы поняли этот человек любит кататься в горах и ему нужен точнейший контроль над доской за счет чего он получает в прогибе c2 более агрессивный рокер и более ярко выраженные кемберы под ногами как они работают эти этот прогиб работает хорошо очень горах когда вы катаетесь в глубоком снегу вы пригружаете заднюю ногу если вы спрыгнули с какого-то карнизе к или с какого-то надо вы привезли приземлили глубокий снег вы на заднюю ногу приземляетесь и вас доска за счет вот этого агрессивного агрессивного кембера начинает приподнимать свой нос что помогает вам всплыть в снегу на такой доске будет тяжело учиться кататься но будет очень легко прогрессировать такая доска подходит людей которые уже сделали свой первый шаг сноубординге и хотят добиться чего-то большего экстренное включение мы врываемся в зиму серии обзоров на компанию мэра в них мы подробно расскажем вам про их технологии научим отличать прогиб камбера с ротера поможем разобраться в геометрии досок и вы узнаете из чего делаются сердечники и как устроены конты но это еще не все мы готовы разыграть одну из досок фабрики мэрвен а именно доску гну модель мани ссылка будет в описании это главный приз а также мы подарим три сертификата на скидку в 10 тысяч рублей на любую из новой коллекции фирмы рептех или гну условия максимально простые у нас будет 6 видео про доски мэрвин вы их максимально лайкайте комментируйте эти видосы подписывайтесь на наш канал и когда эти видео в сумме собирают 30 тысяч просмотров а это стоимость той самой доски которую мы разыграем мы рандомно из одного из этих видео выбираем победителя и он получает заветный приз новую досочку гну модель мани ну и три утешительных приза сертификаты по 10 тысяч на любую из досок нового сезона рептех или гну также разыграем рандомно из одного из видосов смотрите сквот удачи и третий при прогиб с которым я вас хочу познакомить называется c3 как из прошлых прогибов выполнили буква c это означает кембер c3 имеет по собой три кембера это основной кембер и небольшие кемберы под ногами с маленьким рокером между креплений для чего был придуман такой прогиб такой прогиб был придуман для людей которые хотят кататься на кемберной доске но получать больше контроля над доской за счет того что у нас есть кембер в этой доске заложен заложен более мощный щелчок когда мы прыгаем на сноуборде такие доски подходят для паркового катания это трамплин и джиббинг у таких досок очень хороший щелчок за счет общего кембера и теперь мы плавно переходим конструкции досок потому что у досок мервен есть пять конструкций это оригинал power хорс пауэр файер пауэр климакс и с клик конструкций и мы остановимся на основных трех группах это оригинал пауэр хорс пауэр и файер пауэр первая и самая простая сам распространенная конструкция досок мервен это оригинал пауэр мы все знаем что сноуборда внутри состоят из дерева. Состоят они из набора стрингеров, которые как раз таки и влияют на жесткость доски, торсионную жесткость доски, на виброгашение ее и на щелчок. Original Power состоит из осины и павлония. 75 процентов осины и 25 процентов павлония. Павлоний это очень очень легкая порода дерева и так как Original Power самая простая конструкция, тут нету гонки за весом, а нужна надежность и хороший щелчок. Также в конструкции сноуборда используется триоксальное и биоксальное стекловолокно для более улучшенной торсионной жесткости и для виброгашения. Крышки таких сноубордов изготовлены из кастеровых бобов. Боковые стенки сделаны из высокомолекулярного пластика, который перерабатывается и потом впоследствии опять же, чтобы не выбрасывать на улицу, оказываться в ваших сноубордах. Скользяки сделаны из материала TNT. Это сплав тефлона и молекул титана. Следующая конструкция, к которой мы переходим, называется Horse Power. Такая конструкция содержит в себе 60 процентов осины и 40 процентов павлония. Как мы ранее обсудили, чем больше павлония, тем доска становится легче. Точно так же в этой конструкции триоксальное и биоксальное стекловолокно. Точно так же высокомолекулярный пластик используется, перерабатываемый для боковых стенок. И точно так же добавляются в нос и в тейл они для того, чтобы ваши нос и тейл доски были более крепкими и защищали вас от механических повреждений. Следующая конструкция называется Fire Power и она самая мощная среди всех конструкций досок Mervyn. В этой конструкции используется 50 процентов осины, 40 процентов павлони и 10 процентов бальзы. Бальза нам нужна для того, чтобы сделать конструкцию нашей доски более легкой. Также к стекловолокну триоксально-биоксальному нам добавляется базальтовая сетка, что делает нашу доску крепче и взрывную. Итак, я вас познакомил с основными технологиями компании Mervyn и в следующем видео вы узнаете про технологию Unreal Control.